Добрый день! Вот уж так случилось, что в Москве, ко всем несчастьям, которые сейчас приходят в Москве, и которые не в пользу населения москвичей, еще не хватало урагана. Вот так вот уж случилось. Я вам расскажу свое мнение о том, что произошло. Значит, ветра сильные всегда дули по Москве. Это был город на семи холмах, были ветры, жили, но никогда не было такого, что падали деревья, что ломались и все остальное, какие бы сильные ветры не было. А здесь то, что происходит со строительства в Москве, привело к тому, что сильный ветер уже не ветер. Где он приходится завихряться и в коллекции превращаться в вихрь. Вихрь. А что такое вихрь? Сила разрушения, которая существует на Земле, они не только на Земле, а во всем мире. На Земле это, во-первых, магнитные поля, которые используются мирозданием для уничтожения того, что не так, что-то произошло, дематериализуют все. И, кроме того, конечно, сила зла. Зло – это тоже информация, она также воспринимается в Вселенной, и естественно, у него происходит реакция. Вот почему какие-то районы сильнее разрушены, какие-то меньше. Что происходит с магнитными полями? Когда присутствуют магнитные поля, идет сильный ветер, и начинается вихрь, магнитные поля в вихревом состоянии резко проявляют энергию. Значит, свое действие по уничтожению всего, что только есть в материализации. И в данном случае наиболее простое для них – это дематериализация воздуха и воды. При дематериализации появляется большое количество энергии, которое вместе с ветром и все уничтожает, разрушает, выворачивает с корнем деревья, выворачивает, а ломаются они уже так по ходу. Значит, точно так же происходит со всем остальным. Громадная энергия, которую несет ветер, получив все после дематериализации магнитных полей, очень страшная энергия. Она сносит все, что только попадется. Значит, что могу сказать? Что я много раз обращаю внимание в отношении магнитных полей. В частности, тоже происходит при пожарах. Потому что при пожарах происходит завыхление воздуха. Дематериализации этого достаточно. И температура поднимается больше 1000 градусов. Естественно, тушить ее очень тяжело. Черт знает, что нужно потратить такую энергию, для того, чтобы потушить такой пожар, который присутствует в физовых линиях. Дематериализация магнитных полей. Вот так. Как можно их тушить? Я писал уже статьи есть мои про пожары. О том, что тушить их нужно направленным взрывом. Направленным. Где четко будет воздействие и на воздух, и на магнитные поля. И, естественно, будет совершенно изменится состояние в этом месте. И пожар будет потуже. Но не хотят этим заниматься, а мы с помощью ничего не сделаем. значит, когда приспичат, я думаю, займутся. Вот так вот. Страшно, конечно. Люди погибли, и не просто погибли, а зверски были убиты природой в этом состоянии. Значит, никакое предупреждение о том, что это может случиться, не было. Не было не сделано абсолютно ничего. до этого в Москве были потопы. Тоже ничего заранее не делалось. А может это повториться в любую минуту. Может повториться и ветер, и ливни. Поэтому, а если вместе это все появится, тяжело, тяжело еще очень ожидать. Вот так. Все это, конечно, при данном мэре не улучшится. Он во многом не понимает того, что он уродует Москву, в которой всегда люди отдыхали. Он все свободные места занимает строительством. Это дает ему деньги, и тем, кого он подтягивает, деньги дает. Но это неправильно. Даже если там некоррупционное выросло денег, все равно это неправильно. Потому что должен быть план, понятный людям, которые в этом разбираются. О том, где можно строить дома, которые не принесут ущерба в дальнейшем городе. А где нельзя, какой высоты, какое между ними должно быть расстояние до прохода воздуха, чтобы он не превращался в вихрь. А то, видите, появился врагам, ничего хорошего. Вот так вот. Ну, что могу сказать? До свидания, здоровья вам, и дай Бог, чтобы в Москве все-таки наладили жизнь. А с мэром это должен разобраться Путин, потому что никакой пользы от мэра нет, кроме плиток на мостовые он ничего не делает. Сейчас заужают улицы, так как иначе невозможно камерами штрафовать людей, вкладывать денежки. Значит, так он потом эти широкие мостовые для людей будет вкладывать притыску, которую делают родственники по другому руководству. Вот так вот. Ну что, молодец, не знаю, чем все это окончится. Потом не исключительно идеи только по повышению денег начинают унисажать двора в дворы значит для того, чтобы деньги взимать придумывают там разные действия, уничтожают детские площадки, уничтожают стадионы. Ну, не знаю, чем для него это закончится, я думаю, ничем хорошим. Вот так вот. До свидания еще раз. Здоровья вам, удачи. И чтобы в Москве поменится был у враганов и других несчастья. До свидания.